3 тысяч абонентов, 5 населённых пунктов было прервано газоснабжение. В экстренном порядке нами приняты меры по ликвидации последствий ОЧС, переводу сил и средств гражданской защиты на повышенную готовность, усилению правопорядка и регулирование дорожного движения. Вновь были посещены районы пострадавших ОЧС. В результате усиленной работы 3 ноября в тот же день полностью стабилизирована подача газа. 4 ноября восстановлена подача тепла населению. 6 ноября восстановлено электроснабжение в сельских населённых пунктах. На сегодня в городе Тарас продолжается работа по восстановлению электроснабжения 351 абоненту частного жилого сектора. За медицинской помощью обратились 36 граждан, из них госпитализировано 4 человека. Режим ЧАЕС местного значения введён в городе Тарас, Байзакском, Маинкумском и в Шуйском районах. С созданными комиссиями ведутся подсчёт суммы ущерба, подготовка дефектной сметы. Предварительный ущерб составлен 470 миллионов тенге. Вчера в город Тарас посетил министр обороны для ознакомления ситуации. Решено, что военные объекты оригинального командования ЮГ будут восстанавливаться силами ведомства. Также Министерство образования и науки восстанавливает два вуза. Ущерб составляет 129 миллионов тенге. Помимо этого, чащественно пострадавшие свыше 1300 объектов восстанавливаются собственными силами. С привлечением бизнес-структур на сегодня восстановлено 75% объектов. Для восстановительных работ мобилизованы подрядные организации. Направлено письма в Уполномоченные центральные органы о содействии выделения из Государственного материального резерва 3000 кубов кровли пиломатериалов, 33 тысячи квадратных метров кровли и 1500 квадратных метров стекла. В резерве местных исполнительных органов объем средств на ликвидацию последствий ЧАЭС составляет 240 миллионов тенге. Все объекты коммунальной собственности будут восстановлены за счет местного бюджета. В настоящее время население мобилизовано на санитарную очистку территории. Ситуация находится под моим личным контролем. Уважаемый Бахчан Абдирович, вместе с тем имелись проблемные вопросы. В результате ураганного ветра были пограждены 10 теплиц, общая сумма ущерба составила 175 миллионов тенге. Принимая во внимание то, что строительство теплиц осуществлялось за счет кредитных средств, а также учитывая сезонную специфичность работ теплиц, мы предварительно договорились с Казагра о предоставлении срочки по выплате кредита. Есть устная договоренность и по крестьянскому хозяйству, у которого пострадало 2,5 тысяч гектаров интенсивного сада из 5 гектаров. Реализован за счет лизинга через кредитную организацию «Онштукфинанс», необходимая реструктизация долга. Уважаемый Бахчан Абдирович, просим поддержать, включить протокол сегодняшнего заседания правительства. Рахмет, доклад окончен. Рахмет, Жан Сейт Хан Сейтулы, сіздердэ жалдайгалай. Рахмет, Жан Сейтулы, сіздердэ жалдайгалай. Рахмет. 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 внедрения апреля 2017 год. В этой связи и в проекте бюджета на 2017-2019 годы средства, направляемые в сферу здравоохранения, консолидированные на республиканском уровне. Эта мера, с одной стороны, позволяет подготовить нам единую инфраструктуру системы страхования, так как она предполагает концентрацию средств в одном фонде и централизованное финансирование. С другой стороны, обеспечивают полную реализацию принципа «деньги за пациентом». Следует отметить, что существующая фрагментарная система финансирования, различные тарифы на социально значимые заболевания не давали возможности пациентам осуществлять свободный выбор поставщиков медицинских услуг по социально значимым заболеваниям, финансируемым из местных бюджетов. На сегодня фонд социального медицинского страхования создан, подготовлены соответствующие проекты нормативно-правовых актов, регламентирующие функционирование системы деятельности фонда. Также созданы республиканские региональные штабы по разъяснению принципов внедрения социального медицинского страхования. Во всех вузах сейчас идет подготовка работников системы. До 1 апреля следующего года такие курсы пройдут более 45 тысячи руководителей медицинских организаций. Бағдарламаның екінші бағыты медициналық көмекті ұйымдастыру, және басқарудың жаңа моделдерін енгізу болып табылады. Назарларымызға осынылып отырылған түртінші слайдта медициналық көмектің түрлерін және атқарлып жатқан ауқымды шараларды көріп отырсыздар. Дегенмен көрсетілген қызметті демографиялық көрсікіштерімізге әсер ететін аурулардың динамикасын әлі өзгерт алыма келепті. Бүгінгі күнге дейін стационарлық көмектің және салаға жұмсалатын қаржының 50-2 пайызы жүрекқан тамырлар аурулары қатерлі сіктер жарақат жүріктілікпен босандыру үлесінде қалып кележатыр. Соныттан бейлғы жылы бағдарлама аясында медициналық көмектің түрлерінің сапасын артыратын жоғаларды пилот түрінде еңгізе бастадық. Вторым направлением программы предусмотрено внедрение новой модели организации оказания медицинской помощи. Это касается первую очередь медицинской помощи на первичном уровне. Сегодня текущий маршрут пациента состоит из нескольких очередей к нескольким врачам различной специальности диагностическим исследованием. Столь длинный маршрут приводит к потере времени и зачастую к вынужденной госпитализации пациента уже с обострением заболевания. В этой связи совместно со Всемирной организацией здравоохранения в 23 первичных организациях семи регионов внедряется новая программа управления заболеваниями. Она направлена на персонафицированный своевременный учет, профилактику и оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам. Важной особенностью программы является заключение социального контракта между диспансерным больным и организацией первичного уровня, содержащая взаимные обязательства сторон. При этом пациент обязуется в установленные сроки пройти необходимое обследование и сообщать лечебные учреждения, результаты самостоятельно проводимых измерений, уровня, например, сахара в крови, давления и других показателей. А первичное звено медицинской помощи берет на себя обязательства по динамическому наблюдению за пациентом и организации осмотра пациента по установленному графику команды врачей за один раз. На сегодня пилотам охвачено 3404 человек, из них 1386 человек с артериальной гипертензией, 1578 человек с сахарным диабетом и 440 человек с хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, для участников программы упрощен порядок выписки рецептов на получение гарантированных государственных лекарственных препаратов на амбулаторном уровне. Медсессора выписывает один рецепт на лекарственные препараты, за исключением, конечно же, арфанных и дорогостоящих препаратов, сразу до 3 месяцев, не так, как сегодня и ежемесячно. На 1 октября текущего года автоматизированная выписка рецептов внедрена в пилотном режиме 431 организацию первичной медико-санитарной помощи. Внедряемая модель позволит усилить адрес заказываемых медицинских услуг и снизить очереди поликлиников. В январе месяце следующего года будут подведены итоги пилотов, по результатам которых будут отшляться поэтапные его внедрения по всей стране. Кроме того, в целях улучшения преемственности и повышения качественной медицинской помощи школьникам, школьникам нами подготовлен проект закона, предусматривающий с 2017 года поэтапную передачу школьной медицины с Министерства образования в ведении Министерства здравоохранения. Претерпит соответствующие изменения организации скорой неотложной помощи. В рамках программы создается двухуровневая интегрированная служба скорой неотложной медицинской помощи, которая будет включать Национальный координационный центр неотложной медицинской помощи на базе Республиканского центра санитарной авиации и областной службы скорой помощи. При этом на уровне области служба скорой помощи будет объединять городские, районные и сельские службы в одну организацию, и оказание медицинской помощи будет организовываться через единый координационный центр посредством единой информационной системы управления вызовами и GPS-технологией. Данный проект уже завершен и функционирует по Владарской области и на этапе внедрения в Казлардинской области. Еще одним важным аспектом является интеграция скорой и стационарной медицинской помощи. Следует отметить, что сегодня услуги приемных покоев не оплачиваются, поэтому больницы вынуждены госпитализировать большинство пациентов, даже тех, кому помощь может быть оказана в амбулаторных условиях. В этой связи приемные покои будут выделены из структуры стационаров и будет установлен для них отдельный тариф. На данный момент в городе Алматы внедрен пилотный проект по организации нового формата приемных покоев, основанный на принципе организации единой смотровой зоны, ориентированной на пациента. На следующий год планируется реализовать этот проект в городе Астана, а далее уже будем тиражировать по итогам результатов в других регионах. В стационарной помощи планируется дальнейшее углубление регионализации, текущее состояние технической оснащенности медицинской организации. Недостаток кадровых ресурсов не позволяет нам тиражировать все виды технологий дорайонного уровня. В этой связи программой предусмотрено, что услуги здравоохранения, для которых не требуются сложные технологические оборудования, будут децентрализованы и оказываются в стационарах, относящихся к первому и второму уровню, а услуги, требующие сложных технологических вмешательств и высокой квалификации специалистов, будут централизованы на областном и республиканском уровне. В настоящее время нам созданы пять координационных советов по пяти приоритетным заваливаниям, по которым очень высокая доля смертности, ими совместно с местными исполнительными органами начата работа по подготовке и переподготовке кадров, продолжается работа по регионализации медорганизации, и соответственно уровни оказания медицинской помощи. Эта работа идет по всем регионам, и результаты также башеннадежды хотим подвести к концутикушеву годы. Бағдарламаның үшінші бағыты саладағы бар ресурстарды осымды пайдалану мәстелерін көздеву тұр, биылғы жылы дәр-дәр мектемін қамтамасызету, кадрлар тапшылығын шешу, медициналық техника және денсалық сақтау саласының әлөетін артыру марсатында, отандық және четелдік кампанялармен немлекеттік жекеменчің әрптестің аясында бірқатар жұмысатқарлығыда. Осым аз сілерге көскашық тұқтабы түгіл сәтетіңіз. Большая работа проводится по совершеністі өне лекарственное обеспечение. Принят и реализуется нормативно-правовой акт, подусматривающий регистрацию ввазимых республику Казахстан лекарственных средств только при наличии стандарта ДНП. Также упрощена процедура регистрации лекарственных средств, ввазимых из стран ИСЕЧ. Совместно с британскими экспертами разработан и внедрен казахстанский национальный лекарственный формуляр, который включает весь перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане, информацию о беддоказанной клинической эффективности, о возможных побочных эффектах и предельную цену на каждый препарат. Таким образом, он стал большим справочником, как для врачей, так и для граждан страны, и дает возможность каждой медицинской организации сформировать свой лекарственный формуляр, правильно планировать свой бюджет, в зависимости от профиля и цены на препарат. В текущем году мы впервые осуществили закуп лекарственных средств на 2017 год в сентябре месяце. 90% лекарственных средств сейчас закуплены, и в январе месяце СК-формация готова их довести до каждой медицинской организации. Кроме того, в настоящее время завершена полная инвентаризация всей используемой медтехники с определениями ее физического и морального износа. Нам необходима новая программа по техническому оснащению медицинских организаций. Но принципы оснащения будут другими, чем действующие. Новую схему оснащения предусматривает. Медорганизации, как и сегодня, смогут самостоятельно закупать медтехнику стоимостью до 5 млн. тенге, а с 5 до 100 млн. тенге брать в лизинг, а со стоимостью свыше 100 млн. тенге приобретать в аренду. Суть заключается в том, что каждая организация должна научиться рационально использовать технику, чтобы она стала самой окупаемой. Для этих целей в тариф будет включена амортизационная составляющая, начиная с 1 января 2018 года. На сегодняшний день нами определена потребность по 168 медицинским организациям. Она составляет более 900 единиц на общую сумму 21,4 млрд. тенге на условиях лизинга и 77 единиц медтехники со стоимостью более 100 млн. тенге на условиях аренды. При этом закупы осуществляются только по 5 нозалогам, которые мы выбрали приоритетными в рамках программы. Проведены переговоры с 75 зарубежными и отечественными производителями. Все они готовы участвовать в лизинге, а 6 производителей согласились на аренду дорогостоящей медицинской техники. Поэтому Ваша Набиржа просила выдать таким им области городов Астана, Алматы до 15 ноября текущего года завершить уточнение перечня медтехники, которую мы с ним уже вместе отработали, и представить министерство для дальнейшей работы с поставщиками медицинской техники. Для развития инфраструктуры здравоохранения совместно с акиматами регионов формируются медицинские карты регионов. На экране представлена работа, которая сейчас ведется местными исполнительными органами. То есть каждая область еще раз определяет количество действующих объектов здравоохранения, возможности покрытия и потребностей населения, географическую доступность объектов, обеспеченность их кадрами и медицинской техникой. И только после проведения такой ревизии будет подготовлен проект по развитию инфраструктуры региона, предусматривающий строительство, реконструкцию объектов и вовлечение частного сектора. В дальнейшем будет определен перечень объектов, передаваемых в доверительное управление с применением механизмов ГЧП. И эта работа, ваша надежда совместно с Акимовым областей, у нас завершена. Мы сейчас еще раз передали регионам, чтобы уточнили свой перечень. Просила бы также дать поручение Акимовым областей завершить формирование и представить министерству актуализированные перспективные планы реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках ГЧП. Планируемые изменения в системе здравоохранения требуют кардинального пересмотра подготовки и переподготовки кадров. Нам необходимы образовательные стандарты, соответствующие стандартам стран УСР. Нужен профессорский преподавательский состав, объединяющий в себе практический опыт, научные мышления и роль наставника. Нужен не просто университет, а академический центр знаний и навыков. В этой связи нами проведены переговоры с ведущими университетами, входящими в топ-500 лучших мировых вузов. На сегодня для развития стратегического партнерства и модернизации высшего образования системы здравоохранения нами заключены меморандумы с шестью медицинскими школами США, Швеции, Италии и Польши. В настоящее время представителями этих вузов проводится анализ организации образовательного процесса, управления вузом и научной деятельностью, по результатам которого будет разработана стратегия развития вуза. Эти вопросы будут обсуждены на предстоящей конфиденции 24 ноября текущего года с участием представителей наших вузов и самих стратегических партнеров, которые мы привлекли. С учетом проведенных работ Паша Надеж попросила вернуться нам совместно с Министерствами экономики и финансов к рассмотрению вопросов приватизации медицинской организации и наших научно-исследовательских институтов, которые должны стать клиническими базами медицинских вузов. Также особое внимание уделили подготовке и переподготовке медсестер. В сентябре текущего года в шести колледжах страны совместно с Университетом прикладных наук Финляндии внедрили финскую модель подготовки медицинских сестер. В рамках внедрения системы обязательного медицинского страхования информатизация играет очень большую роль. Сегодня у нас внедряются информационные системы, которые уже сегодня позволяют пациенту самостоятельно выбирать поликлинику, прикрепление, выбирать стационар, отслеживать продвижение, очередей на планную госпитализацию. Но нужно признать, что существующие информационные системы еще не синхронизированы между собой. В этой связи в рамках проекта Всемирного банка начата работа по интеграции информационных систем здравоохранения, что позволит создать электронные паспорта здоровья для всех граждан страны к 2020 году. Для успешной реализации данного проекта и более обеспечения подготовленности к внедрению медицинского страхования нам необходимо наличие доступа к интернету во всех медицинских организациях республики. В этой связи просила Вакимов областей, городов Астана и Алматы акцентировать на этом свое внимание, и это нам необходимо будет сделать в течение 2017 года. Вся проводимая работа как в практическом здравоохранении, такие в части модернизации системы здравоохранения, она дала свои результаты, наши показатели, медико-демографические показатели на экране. И вся та работа, которую мы провели в Астанавливании, это большая подготовка к внедрению системы медицинского страхования. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Будут ли вопросы к докладчику? Присаживайтесь. Слово представляется председателю управления национальной нейрохирургической центра Акшалакова Серикова Бандыкович. Это brethren. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...